Я приветствую всех, кто смотрит Политвестник. В сегодняшней России любой оппозиционер, да и обычный гражданин, не приглянувшийся этой власти, допустим, кому-нибудь из чиновников захотелось завладеть его бизнесом или деньгами или недвижимостью, может быть обвинен в чем угодно и посажен в тюрьму. Недавно в Уфе был освобожден активист Левого фронта Владислав Юсупов. Он был несправедливо обвинен, но он был активен. Ему повезло, его выпустили. Сегодня мы беседуем с ним для того, чтобы понять, как себя вести, когда на вас наехали чиновники. Владислав, скажите, пожалуйста, в двух словах, что именно вам инкриминировали? Ну, в 2007 году это было изначально хищение 300 тысяч тонн железных труб, то есть стальных труб. В дальнейшем, то есть, цифра эта поменялась постепенно до 300 тонн. Ну и в итоге, то есть, все-таки попытались уже мне инкриминировать хищение уже порядка 180 чем-то тысяч рублей. 195 тысяч рублей. А вы похищали что-нибудь? Если бы я похищал такие ничтожные суммы, это было бы довольно смешно. Если вначале, то есть, это было довольно, ну то есть, даже льстило мне, что меня обвиняли в хищении 7,5 миллиардов рублей, то потом это было уже даже смешно уже, если честно. А кто на самом деле хотел вас посадить и за что? Ну, это началось с того момента, как я начал публикации о коррупции в органах, правоохранительных органах, органах прокуратуры, судебных. Там у вас в Башкирии? Да, да, да. То есть, возможно, в принципе, вы даже читали эти публикации, то есть, они идут уже с 6-7 годов, то есть, естественно, я стал неугоден. А дело вот это, которое было возбуждено в 2007 году, оно было приостановлено, потом прекращено. Я добился его возобновления, так как мне, то есть, я хотел добиться правды, но в итоге добился, можно сказать, приговором Кушнаренковского суда я в итоге попал на 3 месяца в тюрьму, откуда меня уже освободили по определениям, кассационным определениям Верховного суда Республики Ушкорстан. Вы вас признали невиновным? Меня немедленно освободили, отменили, да, то есть, признали незаконным приговор, если быть точным, да, то есть, приговор был признан незаконным. Впереди еще стадии, в принципе, восстановления в правах, то есть, возмещение ущерба я постараюсь какое-то получить. Ну, если бы вы знали, каким образом это происходило, то есть, это театральное, можно сказать, действие было со стороны потерпевшей страны, ну, я понимаю, что на них самих оказывалось давление со стороны правоохранительных органов для того, чтобы они дали нужные им показания. Скажите, пожалуйста, как к вам относились, пока вы находились в тюрьме? А вы знаете, ко мне относились очень положительно, то есть, история уже на тот момент была довольно известна, то есть, и администрация тюрьмы, она старалась, следственный изолятор, она старалась меня как-то опекать, что ли, в какой-то степени, то есть, и при этом я пользовался дикой популярностью у заключенных, то есть, к сожалению, то есть, я не могу там рассказать каких-то вещей о том, как мы общались с кем, с кем конкретно общались, потому как я уже не помню даже большинство имен, но, допустим, со мной сидело несколько бывших сотрудников правоохранительных органов по очереди, они очень сочувствовали мне и выступали, то есть, скажем, на моей стороне. Ваши дальнейшие действия, вы сказали, что нашли какой-то компромат на судью, который вас осудил. Да, то есть, когда я начался вот эту деятельность, то есть, получилась такая ситуация, что ко мне обратились некие лица и сказали, что вообще-то этот судья, он давно работает именно по таким делам заказанным. А как его зовут? Судья Гальмалев, к сожалению, имя отчества не скажу, то есть, я вышлю вам копии документов, по которым он работал, он в интересах своего друга пытался отобрать здание детского сада во владении своего друга, то есть, пытаясь под сложными документами, то есть, и вынося несправедливое решение, отобрать у детей детский сад. Но Верховный суд, как и Республики Ушкорстан, так и Россия отменял эти решения, но, тем не менее, это повторялось неоднократно. Скажите, пожалуйста, а вы продолжите свою оппозиционную деятельность? Да, меня не запугать ни в коем разе, то есть, я не буду никоим образом прекращать свою деятельность, я набрался опыта и наверняка, наверное, он даже кому-то понадобится. Владислав, что вы посоветуете тем гражданам, которые оказались уже или могут вот-вот оказаться в вашем незавидном положении, несправедливо обвиненного в неких преступлениях? Ну, это зависит от конкретной ситуации, то есть, я не могу полностью, наверное, дать какой-то вот такой общий совет, но в моем случае мне помогло вот именно то, что мне удалось привлечь внимание к проблеме, первое, а второе, все-таки нужен грамотный юрист, который сможет вас на воле прикрывать, я бы, наверное, назвал это слово таким, обозначил так, потому как не всегда у вас будет возможность отправить какие-то заявления, обращения, ходатайства, то есть, возражения. Зачастую из тюрьмы не уходят определенные документы или они уходят с опозданием, это такой факт есть, то есть, вам в любом случае будет нужна юридическая поддержка на воле, это очень важно, и юрист должен быть грамотным. Почти любое сфальсифицированное дело можно развалить, ну, на стадии, наверное, может быть, даже с Европейского суда по правам человека, это действительно займет какое-то время, но, тем не менее, любое сфальсифицированное дело можно развалить. Спасибо большое, Владислав, желаю вам, конечно же, мужества и дальнейшей активности. Итак, юридическая поддержка и готовность идти до конца, и, конечно же, активность и отсутствие страха. Вот что может помочь тому человеку, который будет неугоден власти и которого чиновники постараются посадить в тюрьму. Это касается каждого гражданина России, честного гражданина. Смотрите «Политвестник». Смотрите «Политвестник»